Мы говорим «Гонконг», подразумеваем элитные финансы. Однако это еще и важнейшая мировая площадка высоких технологий. В этом репортаже мы подробнее познакомимся с высокотехнологичными компаниями, которые перебрались сюда из-за деловых перспектив и качества жизни. Наша первая остановка «Сайберпорт» — это ведущий центр цифровых технологий в Гонконге. В нем без малого 1500 компаний и инкубаторов для стартапов, таких как «Финфэбрик». Эта компания разработала технологию цифровой торговли с использованием блокчейн-протоколов. Девиз, патронирующий ее группу «Сайберпорт» — «Не боимся предпринимать». Я думаю, что «Сайберпорт» сыграл решающую роль в нашем успехе, потому что, когда вступающие в бизнес-компании и развиваются, они должны экспериментировать, не бояться потерпеть неудачу и продолжать дальше. На этом этапе механизмы поддержки, представляемые структурами типа «Сайберпорт», крайне важны. Гонконг предлагает большой резерв талантов, не так ли? Гонконг, с этой точки зрения, фантастическое место. Мы участвуем в количественном трейдинге, занимаемся секьюризацией активов. Это требует всестороннего анализа, экспертизы. В Гонконге есть доступ к прекрасному пулу профессионалов. Мы активно набираем людей. «Сайберпорт» — звено региональной бизнес-стратегии по интеграции компаний в местную Кремниевую долину. Речь идет о Большом заливе, логистическом и предпринимательском хабе. Он охватывает специальные административные районы Гонконг и Макао, а также несколько городов и округов провинции Гуандун. Сегодня мы переживаем благоприятный момент для новых проектов и развития предприятий. Политика нового шелкового пути и генеральный план развития Большого залива способствуют интенсивному обмену и взаимодействию между материком и Гонконгом. Следующая остановка — Совет по вопросам производительности в Гонконге, который поддерживает государственные и частные проекты, в их числе разработка беспилотных транспортных средств, внедрение роботов в производство, новые решения в сфере медицинских и спортивных технологий. Некоторые позволяют по-настоящему выпустить пар. Здесь есть и научно-технологический парк, на территории которого размещены лаборатории ряда биотехнологических компаний, таких как Афармик. Компания разрабатывает способ введения лекарств в глаза с помощью ультразвука, а не Игл. У них много исследовательских грантов для новых предприятий. Они помогают наладить сотрудничество с местными университетами, инвесторами. У них есть дешевые офисные помещения, есть другие выгодные решения. Регион в целом очень привлекателен для нас. Не случайно именно здесь европейские промышленные гиганты, такие как группа Siemens, разрабатывают технологии для будущих умных городов с прицелом на большую мобильность, эргономичность и оптимизацию энергопотребления. Гонконг сегодня стал лабораторией для потенциальных клиентов по всему миру. Гонконг — лучшее место для развития смарт-городов. Здесь очень насыщенная и требовательная деловая среда. Мне кажется, здешние научные парки являются сегодня ведущими в мире с точки зрения эффективности деловой экосистемы. На террасе нам показывают сенсорный фонарь. Он не только освещает улицы, но и фиксирует множество данных для системы умного города. Бизнес здесь развивать очень удобно. А что насчет качества жизни? Большинство людей в Гонконге много работают. Да, мы знаем, как нужно работать, но знаем, и как лучше расслабиться после работы. Я много бываю на свежем воздухе, люблю спорт. В Гонконге у нас сотни пешеходных маршрутов. Можно взять напрокат лодку, совершить прогулку, побывать часок на красивейших пляжах. Еще я каждые выходные катаюсь на велосипеде. Для этого отлично подходят парки. Здесь замечательный досуг. Это одна из составляющих магии Гонконга. Наша программа подходит к концу, и вся съемочная группа говорит вам «До встречи!» До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова